Здравствуй, Вадим. И прежде чем ты поздороваешься со мной, я хочу, чтобы ты поздоровался на разных языках, которые ты знаешь. Salut mes amis, hol amigos, salut tout le monde, bonjour tout le monde, всем привет. Да. Сколько ты языков знаешь? Ну, знаешь, это понятие растяжимое. Скажем так, основной язык это английский, помимо русского. Я уже давно просто им занимаюсь и преподаю, и переводчиком работаю, и в повседневной жизни, и в путешествиях его использую. Второй, наверное, это испанский, который у меня на разговорном уровне более-менее неплохо развит. Тоже мне и в повседневной жизни, и в интернете помогает, и в общении, и в путешествиях, и вот пару песен на нем я написал. Ну, дальше там французский, который я в университете изучал 4 года, но отсутствие практики сказал, а сейчас уже нужно вспоминать, забывается. Ну, итальянский, португальский я самостоятельно учу. За что первое родилось у тебя, петь или уже говорить на разных языках? Вот это очень интересная история, потому что на самом деле связано. Когда мне было 13 лет, в 2000 году, я начал слушать группу Modern Talking, помните таких, да, легенд европейского диско? И они меня вдохновили, получается, на обе вещи, которыми я сейчас занимаюсь в жизни. То есть и писать песни, и изучать иностранные языки. То есть мне очень понравились песни, мелодии, голос. Только не знал, о чем они поют. Вот очень хотелось узнать, о чем же песни. Я начал самостоятельно язык учить. Вот, через пару лет я уже неплохо им владел. Оказалось, что там 90% песен ни о чем. Но уже дело было сделано. И вот такой фундамент был моей деятельности. Теперь я занимаюсь и языками, и музыкой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда ты знаешь много языков, вот память, это тяжело это все удержать. Или как, вот если ты живешь в Омске еще, ну, да, в России, и при этом вот как ты стараешься это все, вот, языки знать в голове? Да, ну, путешествия помогают, и даже в нынешних условиях, слава богу, интернет никто не отменял. Там довольно часто вот на английском ежедневно, на испанском тоже стараюсь общаться со своими друзьями, там, из Мексики, из Аргентины, из Испании. Вот, ну, вообще это все зависит от уровня владения языками. То есть, допустим, я начал учить испанский, довел его до определенного уровня, потом решил попробовать португальский. Языки очень похожи, начали у меня в голове смешиваться. Вот, я понял, что нет, надо сначала испанский немножко потянуть до более высокого уровня, потом тогда можно португальский начать с нуля, и ничего не будет мешать уже. А песни тебе на каком языке удобнее петь? Ну, опять же, поскольку... Кроме русского. Ну, как раз у меня вот в этом году буквально первая моя песня на русском вышла, как ни странно, потому что, опять же, все это началось, как я уже сказал, с Modern Talking, англоязычный текст, изучение английского, хотя они из Германии, но пели на английском, да. Вот, и поэтому у меня очень большой опыт именно написания на английском. Потом моя вторая песня была на французском, потом на испанском, на итальянском. И в итоге на русском только вот в этом году вышла. Поэтому, наверное, все-таки английский. На нем у меня уже привычка писать, автоматически практически это получается делать. На русском мне пришлось, честно скажу, постараться. Это довольно большое время заняло, причем это даже песня была не оригинальная, это была просто русская версия моей англоязычной песни, которая ранее была выпущена. Которая песня вышла у тебя в феврале этого года, русская песня именно. Как она называется? Любовь из ТВ, да. Я подумал, что, может быть, ты ее на самоизоляции-то сделал, ну мало ли, все бывает. Что ты вот на самоизоляции сделал, есть? Как раз сейчас я заканчиваю аранжировку новой песни. Вторая песня моя на испанском языке. Это будет дуэт, кстати, это эксклюзив, никто еще не знает. Это будет дуэт с одной польской певицей. Мы как раз с ней начали общаться. Вот появилось дополнительное свободное время на самоизоляции. Мы начали с ней общаться и решили сделать что-то вместе. И вот песня практически, это тот случай, когда вдохновение, и она написала буквально за неделю и тексты, мелодия и аранжировка. Причем на испанском языке, что довольно все-таки непросто. Вот, это было прям, ну, настоящее вдохновение свыше. А ты давно знал эту, ну, актрису, музыкан? Да, это тот случай, когда давно были друг у друга в подписчиках в Инстаграме. Но в настоящем время обратить друг на друга внимание появилось только в связи с самоизоляцией. Привет, Магдалена! Вот, допустим, если музыкант талантлив, и у него, допустим, в Инстаграме или ВКонтакте мало друзей, подписчиков, как он себя предлагает топовым музыкантам или актерам, или актрисам? Ну, на самом деле, нужно в первую очередь свою аудиторию начинать наращивать. Расскажу вкратце лайфхак, который, возможно, многим поможет. Как я начинал свое продвижение в Инстаграме, и сейчас оно, ну, в самом начале, можно сказать, но, по крайней мере, оно движется. Потому что раньше у меня были всякие там мусорные подписчики, боты, и там я еще покупал 2000 подписчиков, там, за сколько-то там рублей. В общем, тупой, достаточно, шаг был. Пока я не узнал алгоритмы Инстаграма, которые, никто не знает, как работают, но есть сведения, что чем больше у тебя подписчиков мусорных, нецелевых, тем меньше настоящие люди тебя видят. В общем, у меня было 5000 подписчиков, я начал с того, что я просто две недели своей жизни потратил, там, по вечерам, по три часа сидел и удалил 4300 подписчиков. У меня осталось 700 людей, которые реально меня знают, я знаю, которые меня лайкают и комментируют, и дальше вот пошел рост и живой отклик. Ну и плюс нужно искать аудиторию тоже у тех музыкантов, так скажем. Ну, даже не переманивать ее, потому что, в принципе, я думаю, что хватит на всех. Вот. У тех музыкантов, которые с тобой схожи по стилю, может быть, по каким-то взглядам. А у тебя какой стиль? У меня основной стиль поп, поп-рок. Вот. Ну, допустим, я... Очень много людей ко мне пришло от Макса Барских, например. Каким образом пришло это? Ну, это все, то есть, не покупное, не искусственное. Это я все в свое время тратил своими руками, это все делал. То есть, я там подписывался на них, лайкал, на какие-то комментарии отвечал и так далее. И люди на меня подписываются. И уже начинают за мной следить постоянно за моими публикациями, за моими эфирами. Там на YouTube канал ко мне переходят. То есть, вот примерно так это работает. Обмен, да? Да. Ты ставишь лайк, там они как-то замечают. Надо попробовать. А вот песни, вот, допустим, которые ты пишешь на разных языках, ты одну песню бываешь, поешь ее на разных языках? Одну именно? Или ты только точно пишешь вот это на французском, это на итальянском, там, допустим? Ну, обычно она с самого начала, конечно, пишется на каком-то определенном языке. То есть, этот момент вдохновения. Ну, чаще всего на английском. Вот, бывает иногда вот одна песня на французском, две скоро будет на испанском, одна на итальянском и одна на русском. Но, в частности, песня на русском языке, как я уже сказал, это перевод песни, которая у меня уже выходила 7 лет назад на английском. Но там она называлась «Радио любовь», «Радио love», тут «Любовь из ТВ». Это чисто по слогу, так скажем, было удобнее немножко поменять смысл. А почему ты так вот именно сделал на русском, именно эту песню? Не новую сделал, а вот перевел только? Ну, вообще, я очень люблю русский язык и давно хотел начать писать на русском. Ну, какой-то вот у меня был, может быть, психологический внутри фильтр. То есть, я на русском не могу писать, если это какая-то попса, например, по тексту. То есть, мне хочется, чтобы это было, ну, хотя бы хорошие рифмы, какой-то смысл туда закладывать. Вот. И долго у меня это не получалось, но вот я в прошлом году ездил в Москву, встречался с людьми из разных лейблов, продюсерских центров. Вот. И практически все говорили, что на русском хотя бы что-нибудь, ну, надо сделать. И вот там я начал сочинять русскоязычную версию этой песни. Собственно, вот так она и родилась. А ты себя как вот рекламируешь, предлагаешь именно вот каким-нибудь там организациям? Как певец и композитор, который исполняет свои песни на пяти языках. Я сейчас уже, мне кажется, нашел эту фишку, которую можно применить к себе, именно чем я отличаюсь от других. Я не знаю, я недавно записал видео для Инстаграма «Минутное», где я за минуту исполняю пять своих песен, их части, на пяти языках. Вот. Я не знаю, мировой ли это рекорд, именно чтобы человек свои песни пел на пяти языках. Вот. Ну, надо проверить. Нет у твоей аудитории путаницы в языках? Ну, обычно на эту тему ничего не пишут. Самый частый вопрос, который был, это почему у тебя нет песни на русском. Теперь я могу на него ответить, что есть. И многие, наоборот, после того, как я на русском выпустил песню, говорят, что нам кажется, твоя фишка – это песни на иностранных языках. Поэтому на самом деле с этим проблем нет. Ну, некоторые люди, конечно, там испанский, итальянский путают, но это не так существенно. И в последнее время тоже вот вроде бы идея, которая простейшая, но недавно мне пришла в голову, о том, что нужно публиковать переводы песен, то есть пост видео, как я ее исполняю, например, и перевод на русский язык. И это действительно очень большой отклик находит, потому что люди понимают, как вот я тогда в свое время, там, 20 лет назад не понимал, о чем у «Мутен Токен» песни, и там через год, через полтора смог понять, да. И то же самое здесь происходит. То есть это еще больше людского внимания дает. А ты обучался вот петь, или ты как-то самоучкой был с детства? Нет, это все, я не знаю, к сожалению или к счастью, самостоятельно было. То есть это, почему к сожалению, потому что это очень долгий путь, можно было его гораздо быстрее пройти, если бы была музыкальная школа, там какие-то актерские курсы, школа там игры на гитаре. Но с другой стороны, я знаю много людей, которые там закончили музыкальную школу по требованию родителей, бросили диплом на стол, и больше к инструменту не подходят. Ну и так. Вот, да, по крайней мере, у меня любовь к музыке не проходит и остается. Согласен. А тебе, когда ты что-то, ну, поешь, там, да, выкладываешь видео, в организацию отправляешь, тебя как бы спрашивают, вот, ну, ты самоучка или ты профессионал? Вот, это как хобби может для тебя кто-то думать, да? Вот есть такие вопросы, были? Нет, таких вопросов нету. Нету, просто это в первую очередь самовосприятие, то есть вот когда я начинал записывать свои первые песни. Опять же, это долгий путь, там, 20 лет от того, как я написал первую песню, потом, может быть, 10 лет от того, как я записал первую песню, да, и то, что у меня есть сейчас. И в какой-то момент, естественно, у меня была и самокритика, я понимал, что, то есть, выкладываешь песню, через, там, три месяца понимаешь, что все, это уже не то, я сейчас уже могу лучше, это надо срочно удалить, чтобы никто не узнал, вот. В какой-то определенный момент, там, 7-6 лет назад я выпустил первую песню, которую, Lookin' for Love, она называлась, которую я понял, что, ну, конечно, все всегда можно улучшить, но вот за это мне уже точно не стыдно будет. И вот, в принципе, этот момент, я считаю, началом отчета своей профессиональной деятельности, если так можно сказать. Поэтому сейчас, даже если какой-то критике я подвергаюсь, на самом деле, кстати, это практически не происходит, как ни странно, в последнее время, видимо, это с самооценкой тоже связано, то я на это никак не реагирую, потому что, в принципе, я сам могу адекватно оценить, и просто что-то, что мне самому не нравится, что некачественно, я просто это не буду выпускать, и не буду даже начинать делать. Ты в дальнейшем собираешься делать именно на русском языке треки, песни? Да, конечно, мы сейчас начали записывать вторую песню на русском языке, но она тоже была раньше англоязычная, да, пока не оригинальная, но пока вот карантин вмешался в планы, мы ее недозаписали. Ну, я так думаю, может быть, ты тогда, получается, может, все песни будешь, да, ну, может быть, как сказать, перепевать, ну, не перепевать, а педеи. Да, посмотрим, я это делаю не запланированно, спонтанно, когда приходит в голову идея, а то я с удовольствием ее реализую. Я надеюсь, что вскоре и оригинальная песня на русском языке выйдет наконец-то. Ты вот хотел бы, допустим, в каких-нибудь там программах именно шоу поучаствовать именно с песнями? Ну, на самом деле, большинство шоу, они все-таки так или иначе на вокальных способностях построены. Я сразу говорю, вот еще одно мое самопозиционирование. Я не вокалист, я именно автор и исполнитель собственных песен. Вот. И даже какие-то кавери, которые мне люди просили, я пытался сделать, я эти идеи забрасывал, потому что, ну, просто это не мое. Зачем мне заниматься чужим делом, когда есть очень много людей, которые действительно классно поют, они занимались, или у них от рождения талант, и они могут спеть там тысячу раз лучше даже оригинала. Вот. Я лучше буду петь то, что я сам сочиняю, ну, и делать это неплохо. А вот ты, получается, еще преподаешь языки? Да. Ну, в основном английский. Иностранные, да. И как-то время у тебя совмещения есть? Ну, в принципе, именно музыкальная деятельность в плане, например, выступления и продвижения, это не так много времени занимает. Это обычно я раз или два в год путешествую, то есть раз, один-два месяца. Вот. Ну, в основном у меня Китай по этой теме. Вот. Остальное время я провожу в Омске, и тут я одновременно преподаю английский, и пишу новые песни, и записываю их, и вот, собственно, сейчас продвижением интернете занимаюсь. То есть это никак не мешает друг другу. А вот ты в 2012 году, да, начал ездить в Китай? И как ты туда попал, можешь рассказать, и вот как это все началось у тебя именно в Китае? Это первое выступление, да, там было? Да, это тоже интересная история. Сначала я поехал туда как турист в 2012 году, и увидел, что там есть интерес к людям, которые приехали из Европы, из Америки, скажем. То есть там вплоть до того, что подходили на улицах, просили сфотографироваться. Вот. И очень много музыкантов выступало, в частности, вот в Пекине, в столице, в барах, в клубах. Я подумал, что неплохо было бы, используя это конкурентное преимущество, свою внешность, да, как бы это ни звучало, я не знаю, сейчас толерантно или нетолерантно. Вот. Неплохо было бы туда вернуться и попробовать продвинуться. И вот там через три года, в 2015 году я уже и опыта набрался, и вот как раз начал те самые песни уже, за которые не стыдно записывать, качественные, и поехал продвигаться. Вот. Ну, тут тоже интересная история, потому что большинство людей, которые, опять же, работают в клубах, в барах, они связываются с агентом. Агент им находит заранее место, где выступать, там, на полгода, на несколько месяцев. Делает визу, делает билеты, жилье, человек уже на готовое приезжает. Но большинство этих певцов или групп, они играют известные песни, то есть, опять же, кавер. Вот. Как уже выяснили, это не мой путь, поэтому я просто сам себе визу сделал туристическую, и на Абум поехал, там, в ближайший город, чтобы соответствовать минимальному бюджету, который у меня был. Вот. Ну и дальше события начали развиваться самостоятельно. Вот. То есть, я начал искать, где мне жить, на сайте каучсерфинг, знаете, да? Это сайт, где можно найти себе ночлег бесплатный практически в любом городе мира. То есть, люди создают профили и предлагают там остановиться иностранцам. Вот. Ну, мы, собственно, тоже самое в Омске можем сделать, предложить, если кто-то приедет, остановиться. Я начал искать, где остановиться. Опять же, бюджет у меня минимальный, поэтому я узнал о сайте каучсерфинг.ком. Это, где можно найти ночлег практически в любом городе мира. То есть, местные жители предоставляют бесплатно тебе свое жилье. Ты в Гонконге, получается, поехал туда снимать клип, да? Можешь рассказать вот про это? Да, как раз вот про сайт каучсерфинг. Поскольку там мой профиль, но я обычно его использую, чтобы искать самому, где остановиться. Буквально там за неделю до вылета в Гонконг, мне написал один аргентинец, говорит, Вадим, я сейчас в Омск приезжаю, можно у тебя переночевать? Вот, оказалось, что это парень, который уже год путешествует без кредитки, без симки местной, без, не знаю, никакого языка, кроме родного испанского в Аргентине. И он уже там съездил полмира. И мы с ним встретились, прогулялись, пообщались, опять же, испанский свой попрактиковал. Он мне рассказал, где он был. И, в общем, это меня еще сильнее вдохновило, потому что я думал, что я такой дикий путешественник. Вот какие люди есть, абсолютно безбашенные в хорошем смысле. Которому ничего не надо, грубо говоря, вот эта цивилизация, симка там, еще что-то. Слушай, но получается, а что за клип, как ты это придумал именно там, сюжет? Да, это была очень тоже интересная история, уже в пятый раз сегодня это слово повторяю. Гонконг, легендарный город Джеки Чан, Брюс Ли, бывшая британская колония. В общем, это очень хотелось там побывать. И вот там я нашел дешевый билет по акции и полетел туда. Прежде чем полетел туда, подумал, что прикольно было бы там иметь что-то на память о Гонконге, какое-то видео там снять, тем более как раз тогда был популярен клип «Зиверт Лайф», который как раз там снимался. И тоже меня это все дополнительно вдохновило. Я подумал, как мне это организовать. И слава богу, в отличие от всего остального Китая, Гонконг такая немного особая зона. То есть у них там своя валюта, своя миграционная политика. То есть, например, виза туда не нужна, в отличие от Китая. И в Китае, например, заблокированы все мировые, все западные соцсети. То есть там Google, Facebook, WhatsApp и так далее. Но в Гонконге это бывшая британская колония. Во-первых, все по-английски говорят. Во-вторых, там абсолютная свобода, демократия такая, демократическая очень зона. И там все сидят в Facebook и все говорят на английском. Я думаю, надо попробовать кого-то найти. Ну и нашел просто группу в Facebook гонконгских операторов, там filmmakers и так далее. И написал, что я музыкант, певец, композитор из России. Приезжаю в Гонконг, очень хотел бы снять видео. Ну просто у меня была идея, что там час поработать, просто прогулка по городу. Там какие-то синхроны, может быть, якобы я пою где-то в каких-то красивых местах возле небоскребов. И что у меня минимальный бюджет. Три человека мне написало, двое спросило, сколько я могу заплатить. Я так подумал, у меня на месяц, на все путешествия 400 баксов. Это сколько сейчас именно на русском? Так, тогда было 60, наверное, да? 6 на 4, ну 25 тысяч рублей, короче. Вот, и я думаю, ну, не знаю, максимум, наверное, 50 долларов могу заплатить, там, 3000 рублей, иначе там мне просто потом есть уже через месяц нечего будет. Вот, написал им это, двое исчезли, сразу же посмеялись. Вот, третий написал, все, супер, давай, какого числа приезжай, сразу будем снимать. Вот, и буквально я прилетел в Гонконг, там, скинул вещи в хостеле, сразу поехал на встречу с ним и начали снимать. И мы тоже договорились, что час-два поснимаем за эту сумму. В итоге мы начали, там, 4 закончили только, по-моему, в 11 часов вечера. В общем, на трех локациях или на четырех снимали. В общем, прям такой у нас контакт завязался, творческий именно, я думаю, что... Привет, Билли! Ему тоже было интересно такое международное сотрудничество. Вот, он оказался уже опытным видеографом, фотографом. Вот, поэтому мне очень повезло. И потом еще, когда я уже поехал дальше в Китай, а вылет у меня из Гонконга был домой через месяц, то есть я должен был вернуться туда еще на пару дней, и мы подумали, что надо еще доснимать, нам не хватило. И мы потом еще один там снимали на обратном пути, тоже там часов 7 или 8. То есть это очень прям крутые были, одни из самых приятных, наверное, впечатлений в моей жизни. А можешь сказать зрителям название песни, чтобы, если они захотят посмотреть... Да, песня называется «My Bella». Какая у тебя есть в жизни цитата, с которой ты ходишь? На самом деле их много. Наверное, в первую очередь нужно делать то, что ты любишь. Оставаться собой. Наверное, все. Но быть позитивным я бы еще добавил. Тоже это очень важно, особенно в наши времена. Слушай, ты принес подарок для зрителей? Да, показываю, значит. Подарок маленький. Интересно. Да, но я только по размеру. Вот, ну он маленький, но маленький только по размеру. На самом деле он многое значит, он особенный. Это гонконгский доллар, точнее 2 доллара. Ну, примерно 18 рублей по нынешнему курсу. Вот, то есть, если что, сами понимаете, да, там можно choice взять или что-нибудь еще. Вот, но если серьезно, то, во-первых, это, я считаю, символ финансового благополучия, потому что Гонконг – это один из финансовых центров мира со своей знаменитой гонконгской биржей. Вот, во-вторых, очень необычная форма, мне кажется, да, сама по себе. Ну, и в-третьих, он все время со мной был, когда я клип снимал, когда я приехал в Гонконг, когда уехал из него, то есть тоже он значит многое. Как символ счастья подписаться на YouTube-канал «Чтобы знали», в группу ВКонтакте «Чтобы знали» и подписаться ВКонтакте на Водиаму. Вся информация будет в описании под роликом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok